Примерно такая реакция у меня была, когда я достиг стрика в 365 дней. В данном видео я хочу вам поведать о том, как я начинал весь этот путь, зачем я его начал и какие я вынес из этого уроки. Но для начала давайте представлюсь. Меня зовут Ахмат, недавно мне исполнилось 19 лет и на данный момент я владею шестью разными языками, а именно чешским, словацким, английским, казахским, крыгызским, ну и конечно же русским, на котором я сейчас с вами разговариваю. Полтора года назад я, так же как и вы, по той стороне экрана владел только своими родными языками, только в моем случае это русский и крыгызский. Английским же я не владел вовсе, даже можно честно говоря назвать, что и не владел этим языком. Исходя из всего этого, я весной 2020 года, когда начались всеми известные события, решил подтянуть свой английский язык. И на тот момент для меня было известно только одно приложение для изучения языков, и это Duolingo, которое я скачал не задумываясь. Вот так и началась моя история с ним, которая длится по сей день. Кстати, если кто не заметил, то 365 дней назад было лето, а я говорю, что начал заниматься весной 2020, и у меня должен быть стриг больше 365 дней. И я вам отвечу, что да, у меня должен быть стриг намного больше на момент сейчас, но в один из летних дней прошлого года я тупо забыл зайти в Duolingo, и зашел в него где-то под 11.57 ночи. За 3 минуты я не успел пройти уровень, и мой стриг примерно с тот чем-то дней тупо сгорел. С того момента я твердо решил, что уровни в Duolingo нужно проходить первой половине дня, во избежание таких случаев в будущем. Так вот, если говорить о том, какие языки я учил в Duolingo, то первым был, конечно же, английский, который мне уже начинал надоедать. Потом в начале осени 2020 у меня стартовали курсы чешского языка от GoStudy, о котором у меня будет отдельное видео, и я поменял изучаемый язык на чешский. Так как в Duolingo не было функции изучения чешского с русского языка, я выбрал единственный доступный вариант – изучение с английского. Таким макаром я убивал двух зайцев – и чешский учил, и английский подтягивал. Ну и шли дни, я проходил уровень за уровнем, и в один из дней подумал, а почему бы не посмотреть на другие программы по изучению чешского, кроме Duolingo? Ну и началась пора, когда я скачивал все подряд с названием «Чешский», «Выучи чешский», «Learn Check» или же программы, которые включали в себя изучение чешского языка. И как вы думаете, что? А в общем-то и ничего такого, потому что большинство имели уроки только начального уровня, и учили выражением по типу «Привет, меня зовут так-то-так-то», или «Как пройти до такой-то станции», что, конечно же, меня разочаровало, потому что параллельно у меня шли курсы, на которых мы уже продвинулись далеко за те уровни, которые были в приложениях. В целом, были и нормальные программы изучения, но они стоили баснословных денег, что-то вроде 15 или 30 долларов за курс. Кому-то, может быть, это и недорого, но лично я считал, что это не стоит своих денег, учитывая, что у меня параллельно шли курсы, и все равно купленная программа была бы второстепенным инструментом. Ну и в итоге, я опять же вернулся в Duolingo и больше не соскакивал от нее. Итак, проходит какое-то время, наступает июнь 2021 года, и я заканчивал курсы от GoStudy, сдав экзамены на уровень B1. Также параллельно я не забыл заходить в Duolingo и проходить уровни. Но спустя уже месяц конца обучения в GoStudy я в себе заметил, что потерял какой-то запал к изучению чешского. Смысл, что ли? Я начал уже забивать, честно говоря, на чешский, не видел вообще, ну как бы, причины учить его, причины что-то делать, потому что сертификат B1, который я получил, он был годен для поступления в университет, подходил под минимальные требования. И я не думал, что мне нужно будет подтягивать его еще больше, да. И поэтому я решил забить на чешский язык и поменял изучаемый язык на испанский. Испанский я выбрал из-за того, что это второй язык после английского из европейской группы, не считая китайского. И на нем разговаривают, ну, многие в мире, да и тем более мне нравятся испанские песни, испанский, ну, сам по себе красивый язык и все такое. И сейчас уже где-то месяц я, как изучаю испанский язык по Duolingo. И хочу начать смотреть сейчас фильмы, сериалы на испанском, найти испаноязычных друзей в интернете и разговаривать с ними. В принципе, программа изучения почти та же самая, что и в чешском. Но мне кажется, тут уже надо обойтись малыми затратами, потому что на курсы GoStudy чешского языка я потратил, ну, примерно 4-5 тысяч евро. Что, как бы, должно себя окупать, надеюсь, себя окупят, когда поступлю. Вот так, запись выключилась, значит, продолжу говорить. Я говорил о том, что курсы чешского должны себя окупить, потому что были затрачены очень большие деньги на них. Это, во-первых, очень большие усилия, нервы. И на данный момент я пока еще не получил визу в Чехию по многим причинам. Так что будем ждать. Подводя итоги, скажу, что Duolingo Maximum может выступить для вас инструментом для ознакомления с языком, либо же для его поддержания, если вы начинаете его забывать, да, и находитесь не в той языковой среде, которую изучаете, да. А подробно же про то, как я изучил остальные языки, кроме чешского, английского, я расскажу в других видео подробнее. Так что сейчас же мы можете, вы можете в комментариях оставить впечатление об этом видео и рассказать, какие языки вы сейчас сами изучаете и какие хотели бы изучить. Возможно, я выберу для себя следующий язык после испанского. Так что, да, желаю всем чести, удачи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok